Не застревать в текстурах! Сегодня уже никого не удивить мультиплеером в играх, особенно в гоночных играх. То есть это уже в принципе стандарт, и люди с удовольствием играются с другими людьми в другом конце мира. Я сейчас делаю гоночный прототип, который вы можете наблюдать на экране. Я потихоньку дописываю его где-то уже с мая прошлого года, и постепенно он уже начинает приобретать такие более-менее приятные формы. Здесь вы можете наблюдать как игрушка играется на компьютере по сети, и сейчас кое-что вам расскажу еще более-менее интересное. Игра в полу таком симуляторном стиле похожа на Forza либо Grid, то есть здесь симулируется реальная физика, можно дрифтить и все прочее, то есть это не чистокровные аркады, но при этом машины более-менее легко управляются, не улетают в заносы, то есть все это можно настраивать. И самое интересное она идет на Vita. Сейчас вы наблюдаете как компьютер соединен по сети с Vita, и в реал-тайме обе машины взаимодействуют друг с другом. То есть вот как вы видите одна машина может без проблем толкать другую. Сейчас вы можете наблюдать как игрушка спокойно запускается на Vita, подсоединяется к сети. То же самое нужно потом будет сделать на компьютере, то есть это нужно подключиться к общему серверу через лобби, ну пока интерфейса к сожалению нету. Вот будет чуть-чуть попозже. То есть мы подключились к общему серваку, оба сетевых клиента друг друга увидели, ну и все. Теперь в принципе можно играть. То есть одна игра идет на Vita, а второй экземпляр игры идет на компьютере, они с друг другом взаимодействуют. Тут еще конечно очень много шероховатости в том плане, что нужно переделывать с одиночной игры на сетевую, то есть некоторые эффекты показываются только на одном экране. Вот например, как вы могли заметить, дым из-под колес, он отображается только на одном из клиентов. Но в остальном позиция игроков, физическое взаимодействие, все передается и все уже доступно для игры в виде такого небольшого прототипа. И более подробно об игре я расскажу позже. Ну а пока небольшая запись геймплея. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже демонтировал видео, отправил его на рендер и тут до меня дошло, что если сеть поддерживает одна Vita, то соединиться по сети могут же само собой две Vita, без участия компьютера. Но при этом можно также к сети будет подключить одновременно и компьютер, и телефон там на андроиде или аосе. Ну а можно подумать, что еще держит, например, вроде 3DS или VU. Но это, само собой, нужно пробовать и тратить время. Пока что только вот на PSV. Ну, наслаждайтесь! Субтитры сделал DimaTorzok